Вот это вот нормально. Но, в принципе, это запланировано, потому что ночью все равно надо будет завезти, везут в контейнер и закидывают в диван в контейнер. Понимаете? Поэтому... Контейн, который рядом поставят, мы... Кроме того, что вот, Марина Ивановна уже говорила про электричество, про электричество, это у нас болезнь, болезнь. Если вы сами все понимаете, значит, у нас в этом году произошла смена, значит, хозяйственника или еще, значит, ГЖЕЛЬ ЭНЕРГО передали Раменскому. Это самое, у меня даже... Ну... Энергосбыт у меня продано, это, в Раменском. Значит, они здесь как филиал будут, и вся оплата будет идти через Раменское. Если раньше здесь нас любили, Снежинку за 40 лет знали, и нам разрешали по 3 месяца не платить за свет... Или понемножку. ...то теперь, ну, мы 3 месяца накапливали, потом понемножку гасили и так далее, и тому подобное. Там 50 тысяч, 100 тысяч, ну, как у нас наберутся деньги, мы платим. И у нас на сегодняшний день за прошлые года, и за прошлые, так сказать, вот, за прошлые годы и прочее, накопилось на сегодняшний день около 450 тысяч долга перед Раменскому, то есть перед Железемом. Значит, они что, нам, так сказать, на этой неделе обещал приехать, их научный начальник, посмотреть, что собой представляет Снежинка и так далее, и более, так сказать, нам взять за горло. Уже они, так сказать, он не виден в нас никого, он дал указание своим товарищам отрезать Снежинку от электричества. А включение, чтобы мы потом все, так сказать, где-то порядка двухсот тысяч строить. Вот, значит, борьба идет. Поэтому где-то деньги набирают, быстро туда, туда, сюда. Ну, в общем, вот он приедет к начальнику, посмотрит, что он, так сказать, пришел. А почему только? Вот, видела. Потому что, простите, я не видела вашего щучка, я не говорю вас именно обвинять, потому что вот она объясняла. 26 человек проверила, 20 тысяч рублей долго осенью пожили и не заплатили, и уехали. А весной еще, май начался, еще не успели приехать. А представляете, сколько таких по 26? Понятно. Вот, посчитайте. Вот у нас такие, которые не оплачивают, нажгли, уехали и так далее. Ну и ладно. Поэтому я и говорил в прошлом собрании, надо было общий ящик ставить и счетчики туда вставлять, когда я ездил в электромонтаж. Они говорят, давайте мы его поставим прямо на улицу. Послушайте. Открыли, взяли показания, увидели. Послушайте, ну вот это, вот понимаете, какая ситуация. Не все люди очень хорошо это понимают. Некоторые очень болезненно относятся, что меня вы вынесете на стол или куда. Кто-то говорит, эти расстреляют, это там еще, туда-сюда. В принципе, это надо вот работать с людьми, надо убедить человека и так далее. Но это, получается, лишние опять затраты. Это каждый, получается, ящик этот вместе со счетчиком. Ну вот когда обязали поставить новые счетчики, я же тоже начал носиться, искать его. Я пришел туда, они говорят, зачем вы берете новые счетчики, покупаете антиводальные шкафы, которые вешаются на столб, и там 10 домов. Вы подошли, поднялись, открыли, посмотрели, показали, позвонили по телефону. У нас, помимо маком, у нас еще хватит ума взять и разломать этот ящик и все раскидать в разный столб. Мы еще до этого не дожили. Мы еще не выросли. Мы ходим, будем переходим. Ну вот поэтому и будет 26 тысяч. Так что человек уедет, за больницу ляжет, уедет за границу. Не, понимаешь, что даже ученчик будет стоять за участком, от этого будет платить не будет. Самое главное, чтобы у него сознание было платить, а не там, где это. Мы же дом у него проверили. Значит, хорошо. Мария Ивановна, а можешь как-то решить вопрос, что можно было в Москве оплачивать? Что-то вот так. Нет, у нас нет. Нет, это нет. Мы потребители коллективные. Снежинка. В Москве вы не можете. Вы только можете здесь. Мы потребляем у них. Ваш счетчик нигде в Москве не зарегистрировано. Это все понятно. Я бы так проще. Ну а как вы так сказать? Просто так было бы проще. Каждый из нас не получает электроэнергию. Мы не имеем. Так, получать товарищество. Нет, у нас нет договоров частных с энерго. У нас есть только общий договор. А это означает о том, что должны они платить. Мы же, я вам говорила еще предыдущие сограния, кто-то заключает с телефонной станцией. Папел, допустим, с телефонной станцией. Договор на всех заключил. Металист заключил по электроэнергии. Кто-то заключает другой договор по газу. Понимаете? Дружба по газу. Мы все юридические лица, и поэтому каждый заключает договора. На всех. Мы заключаем, так сказать, по Снежинке как таковое. У нас Снежинка это для внутреннего пользования. Наша печать вот эта, она внутренняя. Снежинка это просто, как это, партнерское объединение, не зарегистрированное. Зарегистрированы все 11 председателя. Еще по электроэнергии. У нас это больной вопрос. Просто я вам хочу здесь очень такая статья есть. Аварийный резерв по электроэнергии. 500 тысяч. На каждого человека почти по 600 рублей уходит в аварийный резерв. Это вот то, что мы в аварийном резерве можем... В аварийном резерве мы можем, так сказать, покрыть наши всякого рода неприятности. Кто недоплатил, кто украл, кто и так далее. Вот Григорий Владимирович, не сказано лично вам.